Доброе утро! С вами Снегданок на УАД Донбасс. Меня зовут Давид. Сегодня мы с вами будем готовить кесадильо. Для этого нам понадобится один целый лаваш, свежие помидоры, свежий болгарский перец, зеленый лук, российский сыр и отварная курица. Расскажу вам в двух словах, что такое кесадильо. Кесадильо по-другому называют мексиканской пиццей. То есть мы все любим пиццу. Когда мы говорим пиццу, мы понимаем, что это итальянская кухня. Но мексиканцы придумали своеобразную пиццу, которую они любят, которую они все едят. Ее делают очень острую в основном. Но мы сегодня будем делать обычную неострую пиццу, чтобы ее могли дети покушать. Мы взяли один целый лаваш, взяли тарелку, в которой будем делать кесадильо нашу, поставили на лаваш и благодаря ножу сделали порезы со всех сторон. Лишние кусочки лаваша ушли. Для чего нам надо? Два кусочка лаваша, потому что мексиканская пицца не такая, как итальянская. Она закрытая. С чего мы начнем? Мы положим первый лаваш. Второй лаваш мы пока месе отложим. Возьмем российского сыра. Российский сыр можно заменить любым вами любимым сыром. Почему мы взяли российский в этом случае? Он хорошо плавится. Он будет вкусный в этом блюде. Сыром покрываем всю поверхность лаваша. Раскидываем его максимально по всем краям, потому что лаваш у нас в духовой печке очень быстро подсохнет, если не будет влага, которая выходит из сыра. Половину сыра мы оставляем в конце, тоже будем присыпать именно. Берем дальше помидоры. Помидоры избавили заранее от внутренности, чтобы лаваш потом не был водянистый. Можем резать любым вам нравившимся способом. Я выбрал в этом случае нарезку соломочкой. Разлаживаем помидор по всей поверхности. Его много тоже не стоит брать, потому что он много влажности все равно даст. Дальше берем перец. Перец, опять же, стараемся брать другого цвета, чем красный, чтобы было красивее ваше блюдо. Дальше берем зеленый лук. Тоже режем, наискарь стараемся, не сильно крупно, потому что лук при термовой обработке потом неприятный будет. Куриное филе можно не резать, можно просто взять руками на мелкие кусочки и сразу наношу кисадилью. Берем сыр, который у нас остался, и сверху, опять же, все покрываем сыром. Делаем это очень тщательно, опять же, чтобы все края были покрыты сыром этим. Берем вторую часть лаваша, закрываем сетку, слегка надавливаем. Ну все, как видите, в принципе, наша кисадилья практически готова. Ее остается поместить в духовку на 5 минут, 5-7 минут. Что мы делаем? Есть такая хитрость. Мы ее будем готовить не на противне, а прямо в этой тарелке. Что для этого нам надо? Нам обязательно нужна вторая тарелка. Подержав буквально пару минут на 180-170 градусов в духовке, мы возьмем вторую тарелку, закроем ее, и перевернем нашу кисадилью, и она со второй стороны тоже приготовится. Также будет румяная с двух сторон. Все, как видите, наша кисадилья готова. Приятного аппетита! С вами был мексиканский снеданок. Увидимся в следующих передачах. Редактор субтитров А.Семкин